Сибирская масленица Сибирская масленица Сибирская масленица 12 лет люди, которые занимались этим праздником, вот заканчивается масленица, на второй день садятся, разбор полетов, и все, что не хватило в этот раз, нужно на следующий год исправить, добавить, усилить. Вот это организаторы, которые знают, что нужно зрителю. А что нужно зрителю сегодня? Зрителю нужно сегодня, во-первых, комфорт. Он должен комфортно доехать самостоятельно или на чем-то. Он должен комфортно провести время. Он должен знать, что у него будут какие-то потребности чисто человеческие удовлетворенные и в холод, и в жару. То есть он должен, простите, и туалеты найти вовремя, да, потому что 45 тысяч человек у нас в том году было. В этом году мы надеемся, что будет народ столько же. Мне очень приятно было, знаете, недавно смотреть на сайте мамочек, которые друг у друга спрашивают. Абсолютно, просто случайно нашли. Хотелось бы поехать, но холодно, не знаем, как с ребенком. И не я отвечаю, которая нашла эту информацию, а другая мамочка, которая там отдыхала, она говорит, да езжайте спокойно, там и комната матери, и ребенка есть, там и туалеты теплые, там и все это есть. Поэтому вас ждут. Есть горячий чай, есть где попить, где есть поесть, и посмотрите, покататься, и все навали поваляться. То есть это вот уже не такое стихийное, как раньше приехал, там где-то что-то поет на площади, ты сам ищешь, где покушать. Нет, Жень, когда ты ожидаешь там 100 человек, это может быть стихийное. А, народ, приходи к нулевому километру, сейчас мы с тобой тут хороводы поводим. Нет, когда ты ожидаешь определенное количество человек, ты должен садиться со всеми службами и просчитывать, сколько нужно еды, чтобы они все были сыты, потому что холод. Сколько нужно воды завести, чтобы потому что, ну, скипятить, не завести, скипятить, там, слава богу, артезианская вода очень вкусная, чтобы всем было тепло. Сколько нужно посадочных мест, сколько нужно вот это, вот это, вот это. Вопросы безопасности, безусловно. Вопросы безопасности это прежде всего, потому что у нас стоят эти рамки металлоискателя, и мы же понимаем прекрасно, что бывают люди, которые пришли не для того, чтобы там праздновать. У них немножечко не то понимание о празднике. И, соответственно, тут все нормально. Самое, конечно, яркое событие это бега на ипподроме тройки породистых рысаков. Ну, это же, понимаете, это такой уникум у нас в этом году. Начали уже говорить немного о каких-то моментах, которые сюрпризные будут. Да, вот тройки. Еще чего готовится. Тройки это традиции. Традиции. Но, тем не менее, в этом году она будет улучшена, ведь они будут ехать и на санях, которые уже сейчас готовят, будет целый конкурс. Нет, нет, сани у них свои, мы сюда, там мужики, которые лошадники, они целый год готовятся к этому празднику, они там клепают, чего-то там украшают, там сбрую украшают. Но это другая тема. Мы сюда, организаторы, никак не можем вмешиваться. Там тоже, видите, это праздник в празднике, который такой очень яркий. А сани, если в данный момент мы говорим конкурс саней, мы, наверное, скажем с вами про конкурс, который проходит с горки, нужно скатиться. То есть, в том году мы впервые сделали клич, что фестиваль креативных саней, и народ приехал. Были экзаскани, конечно, которые, там, и ручная резьба, там, и они прям вот молодцы, молодцы такие. Были сани, которые прям чувствовалось, что предприятие делало такое с логотипом, там, и они какие-то вырезные из ДВП. Очень такой милый был момент, когда папа с тремя детьми приехал, что-то там сами налепили. Они, конечно, подрастроились, что у них не такая моща, да, не так это ярко. Но они такие были милые и тоже получили свой приз, понимаете. Сани, это забава, конечно. Конечно. Но больше всего, знаете, я до слез люблю конкурс, это называется «Моя родословная». Этот конкурс тоже целый год готовится. Это нужно написать свою родословную, и этот конкурс только среди школьников проводится. Почему? Потому что нужно, конечно, мы, родители, будем помогать эту родословную составлять. Но вот как бы провоцировать детей, чтобы они изучали свой род, а тем самым изучали историю государства российского. Потому что ты начинаешь изучать, откуда твой прадед приехал, где там бабушка воевала, где то есть... И ты, ну, по неволе узнаешь вот эту всю историю. Сейчас же, ну, сложно. Я не знаю, как вам. Мне сложно ребенка заставить учить историю. А тут вроде бы через дедов и бабушек, вот это вот, прабабушек, это все хорошо получается. И когда очень много заявок идет на этот конкурс, и люди получают призы, достойные призы за то, что они изучили свой род, это... Вот это хорошо, вот это... Вы из года в год возрождаете традиции. В этом году у вас будет традиция отправить почту, отправить письмо. Расскажите, пожалуйста, про это. Вот это как раз новая фишка. Мы подумали о том, что очень много эскизов накопилось, да и картинок, да и фотографий с праздника. У нас художница уникальная работает на проект, она каждый год добавляет какие-то эскизы костюмов. И из этих костюмов уже Театр Кукол Великаны, они уже придумывают эскизы кукол или каких-то там нарядов, или арт-объектов. И так много накопилось этих эскизов, мы решили, что на базе вот этих картинок мы сделаем открытки. Открытки и поставим масляничную почту. Вы же правильно нам сказали, что очень много гостей со всех властей. Пусть желающие отправить открытку домой подойдут к масляничной почте и отправят. Поэтому приезжая домой, они получат эту же открытку. Масленица же, она же тоже родом из детства, да, как бы мы вспоминаем больше, наверное, вот детские свои ощущения. Приезжая на эту масленицу, понимаем, что все точно так же хорошо. И открытка, которую просто руками взять, подписать и отправить, это тоже родом из детства. Вот мы решили такую фишку в этом году попробовать. Думаю, что приживется. В этом году будет алтайское представительство на Всемирной универсиаде. Как вы этого добились? Почему? Опять же работа. Работа команды, которая 12 лет уже на эту тему работает режиссер, который досконально знает традиции, костюмы, которые конкретно показывают, что это Россия, это широта, это праздник. И когда человек, который выстраивает этот сценарий, он знает все и даже больше, потому что много читает, много изучает. И она, Оля Бабаева, режиссер, хотела бы сказать, великолепный человек, умница большая, она получает призы Грантеатра в МАЗ, первый гран-при за этот широкий праздник, красивый, русский. И когда встал вопрос, на конкурс подано было много коллективов, да, пожелала бы поучаствовать, но безоговорочно нашу сибирскую масленицу взяли на универсиаду, потому что это очень яркий праздник со своим лицом, это самое главное, праздник со своим лицом русским, красивым, широким. И приятно то, что ребята сейчас готовятся, и они успевают сделать и здесь праздник, и на следующий день будет в Красноярске, то есть делегация уезжает заранее в Красноярск, и, как Оля говорит, нас там называют Алтайская масленица. То есть это будет полный дубль или все-таки она будет отличаться? Нет, это абсолютно другая программа, но дух масленичный, он остается, Жень, потому что получается, там же универсиада, там же на этой универсиаде надо там и какие-то свои интересы соблюсти, да, и то, что там много национальностей приехало, и нужно обязательно сказать и про спортивную тему, то есть, ну нет, тут не получится, у нас одна тема, у них другая. Да, мы в этом году, вот, к примеру, делаем рекордный хоровод, у нас каждый год что-нибудь такого интересного придумывается, в этом году мы решили, а почему бы нам не сделать хоровод рекордный? Там был уже у нас на Книге рекордов России один хоровод заявлен, но он был просто круг. Я посмотрела, как они делают, ну, для нас это неинтересно, просто встали в круг, посчитались и пошли хороводом. Нет, у нас все будет театрализовано, заранее мы отрепетируем те, которые с волонтерами, а дальше уже зрители, которые пожелают войти, они уже будут, ну, посредством театрализации заходить, это уже все продумано, и будет у нас круг в круге, потому что, ну, на территории, ну, вот Рыжкина, она хоть и большая, но хотелось бы, чтобы люди плотненько стояли возле сцены и песни слышали, и вот сколько мы сделаем кругов, ну, это мы скажем уже только 9-го числа, но так у нас логистика уже заявлена. Итак, 9-го, и когда мы приглашаем людей? 9-го, в 11 часов утра у нас уже на Красных Воротах стоят карабельники с блинами, как всегда мы встречаем, сбитень раздаем, чай, гармонисты по всей территории, 32 анимационные точки у нас работают, за каждое участие в игровой точке мы выдаем масленичный рубль, блинный рубль мы называем это, то есть ты не сразу попрыгала в мешках, и тебе выдали какой-то там леденец, ты попрыгала, взяла этот блинный рубль, потом наигралась, подошла к масленичной лавке, и как в магазине, ага, дорогие друзья, мне вот этот леденец не нужен, мне нужна шапка, вот там, папаха, а для этого я вот заработала 12 рублей, тебе говорят, да, молодец, вот, но это все будет работать с 11 и до 6 вечера, то есть в течение всего праздника, кто был, вот, Рыжкин, вот, на сибирском подворье, те понимают, что эта территория как маленькая деревня, пешеходная зона, и вот для того, чтобы все эти тысячи людей не замерзли, нужно предоставить им возможность где-то в чем-то участвовать, пожалуйста, есть желание идти по торговым рядам, идите, хотели бы покататься на лошадке, садитесь, катайтесь, хочется мастер-класс какой-то там по каким-то русским традициям, пожалуйста, заходите в павильон, участвуйте в мастер-классе, надоело, хотели бы посидеть, ноги посушить, идите в другой павильон, покушайте, там, отдохните, ну, в течение всего праздника главная сцена работает, на столб, хотела бы сказать, закуплены уже подарки, начиная от айфона, планшета и заканчивая холодильниками полностью за, полненными продуктами, вот такие у нас подарки большие, поэтому, а, еще, Женя, забыла, в этом году у нас еще одно новшество, с каждым годом люди, которые приезжают на Масленицу, они начинают понимать, что да, наверное, удобно ездить в лыжных костюмах, да, потому что, ну, как бы тебе комфортно, мы сейчас привыкли вот к такому комфортному передмещению, но мы поощряем всегда тех людей, которые, ну, соблюдают какой-то стиль, да, и больше и больше людей стало приезжать в русских платках, да, юбки отшивают, какие-то вот мужикам папахи шьют, какие-то волчьи шубы, там, псевдо, какие-то тулупы достают, может быть, у дедов живые остались, не знаю, ну, вот мы посмотрели и подумали в этом году, а почему бы нам не поприветствовать тех людей, которые это делают, и у нас будет обязательно, называется, «Русский стиль». Люди, которые приехали, поддерживая вот этот русский стиль, мы, значит, у нас специальные будут эксперты ходить по территории, по площадке и на входной зоне, и те, которые пришли вот в этом русском стиле, мы их приглашаем в определенное время на сцену, и там тоже их ждут призы. Не будем раскрывать, давайте, всех тайны и сюрпризов, все-таки встретимся в Новотырышкино, и там, я уверена, будет интересно и будет очень-очень полезно для всех. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с продюсером и организатором праздника «Сибирская масленица» Светланой Копейкиной. До встречи в Новотырышкино.